Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать во второй выпуск пятого сезона прокачки с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске закрыл квест «Поручение от механика» с посланием в лесу, закрыл квест «Проба пера», настреляв диких и прикупив ружья у егеря, и закрыл квест «Проверка на вшивость» для прапора с бронзовыми часами на локации таможня. Выпуск поддержали финансово Тимон Омск, Зон Нехайль, Крабуон, Ли, Вазап, Санитар, Роман, Димон, Даниил, Усатый Коб, Тед, Искариот, Прохожий, Константин и Илья Лето. Огромное спасибо, люди добрые, за бомбезную поддержку и доброе слово. Спасибо большое за теплые пожелания. Всех с новым вайпом, с новым сезоном, ё-моё. Пятый раз Санитара убивать. Не знаю, как пойдет, братс. С наступающим Новым Годом, Великий Устюг и все зрители. В праздничные дни тоже планирую пилить выпуски, так что все будет. У меня все равно до друзей и родственников ехать черт не знает куда. Всем приятного просмотра. Так, господа и дамы, что у нас тут имеется по данному моменту? В общем, у торговцев из дейли квестов у меня терапевт высыпал сразу все три дейлика. И причем, ну, такие себе тут награды. В общем, я, наверное, даже не буду заморачиваться, чтобы их выполнять. Единственное, может быть, попутно получится сделать выстрелом в грудь или живот пятерых диких. А вот по основным задачам у меня куча целая квестов высыпалась сейчас на локации лес. Мне нужно убить 15 диких в лесу, мне нужно поисковую миссию выполнить. Это конвой прапора в лесу и временный лагерь юсеков. Там еще и выжить выйти с локации надо будет. И попутно снабженец. Если получится белый броник там найти в коттеджах и ружу то 106 с диких где-нибудь староканить, то будет вообще здорово. Этот квест еще закроем. От системы мне пришло два сообщения от Battlestate новогодний подарок. Первый это поздравляем с наступающим Новым Годом, с наилучшими пожеланиями, команда Battlestate Games. Здесь у нас бесценнейший просто контейнер для патронов, тем более, что у меня минимальный схрон в цвет подарочек. А второе сообщение, даже не знаю, можно ли об этом говорить или нет. Ну, я думаю, можно, ничего страшного. Тем более, что у вас много будет вопросов. Это награда за участие, в общем, в ЕТС. Это тестовый сервер, на котором тестировали звук. В общем, было тестирование. И вот по итогам этого тестирования новый звук у нас теперь в игре. И мне, в общем, прислали награду за участие в этом тестировании. Так как я отправлял там репорт, отправлял, в общем, несколько записей. Даже не знаю, помогли они чем-то или нет. Но, тем не менее, подарок получить приятно. Привет, боец, говорит. Слыхал, ты местным работягам активно помогал. Проверял все на прочность, говорит, так сказать. Это дело правильное. Молодец, вояка. Ребята, сверху тебе за это подарочек передали в знак благодарности. Продолжай в том же духе. Тут у нас, смотри, что красота какая. Это все, конечно, классно. Пушка, карт-холдер, которым я никогда не пользуюсь. Ну, будет просто вскро не лежать. Но самое классное, это оружейный кейс. Это мне вот прям вообще то, что надо. Я туда буду складывать аккуратненько свои волыны, там автоматы, пистолеты, буреметы и прочие прелести. Вот такие пироги. Что такое ETS? Это, как я говорил, уже тестовый сервер. Можно принять в нем участие, подать заявку на участие в лаунчере игры. Там вверху будет такой раздел английскими буквами ETS. Так что, если кому интересно, можете попробовать подать туда заявку на участие. Редко, конечно, проводятся там тестирования, раз фиг его знает во сколько времени. Но мне вот удалось разок поучаствовать. Все, идем с АУГом. Решил я не брать большой магазин, потому что он там на три ячейки. Мне там, в общем, придется другую разгрузку брать. Взял обычный на 30 патронов, тем более, что я не думаю, что там долго буду с ним бегать. В лес мы пойдем за ЧВК по дню 8 утра. Можно застраховать, я думаю, даже АУЖик, да? И все, поехали. Диких, я думаю, мы в любом случае где-то попутно выполняем какие-то квесты настреляем. Мне интересен лагерь Юсека, колонна прапора. И хочу зайти в коттедж и посмотреть белый бронежилет. Опа, очки. У, как хорошо. Смотри, меня сразу же к коттеджам подвезло. Круто. Ну, давай тогда сразу попробуем посмотреть бронежилет белый. Если получится его сразу же вынести, то это вообще зашибись будет. Причем, если бы я его где-то там нашел, и через всю локацию пришлось бы идти, да? С оптимизацией, говорят, не только у меня проблема. У всех подфризживает, подлагивает. О, во дворе. Так, Лады, мне надо еще, знаете, что найти? Рулетку. Вот это было бы вообще замечательно. Ну, от этого тоже не отхожусь. Окей, раз уж я тут, я предлагаю тогда залутать чисто коттеджи. Это чувака, по-моему. Вот и белый бронежилет. Не, ну, сказка. Сказка, ё-моё. Прям бери... Ой, блин, мыло еще, ё-моё. Ой, блин, сшило еще, ё-моё. Сейчас скажи, что я зубную пасту сейчас заберу здесь. Нет, тут мыло. Так, я, по-моему, кого-то слышал там. Хорошо, деньги нашел. Какие-то странные звуки издает. Ух ты, я вот это вот хочу забрать. А, из наушников не хочет, да? Ладно, не хочешь. Заставлять не будем. О, искра. Которая егерю нужна по квесту. Однако. Так. Пофиг, внедряемся. Смотрим, что стараканить можем. Хотя, по-хорошему, броник нашел. Иди домой, да? Еще искра. Да, я вот смотрю, может быть, Эмелю еще найду. Если Эмелю найдут, я точно домой пойду. Потому что я целый квест для егеря закрою. О-о-о, вот это вообще прекрасно. Это вообще мне нравится. Солю, а еще... Хоть и одна. Но останется уже две. Пронести домой. Пойдет. Да, в шесть секунд, конечно, тут нашлось. Полный мешок, но у меня, блин, бронежилет, он все место занимает. Давай тогда вынесем броник. А лота мы еще нахапаем по-любасу. Спаун хороший. Сразу же белый бронежилет нашел. Машина, выход рядом, деньги есть. Езжать домой, да? Не уделывайся. Не бесит арков. Да ладивай же. Вот сейчас еще посмотрим тайничок здесь. И все. Домой. Хотя можно было бы свой брон... Но нет, он совсем тут... Слабенький. Вот это вот все мне интересно. И все хотелось бы забрать на самом деле. Ладно, аптечку тогда вот это выкинуть нужно. Сейчас пока... Ковыряюсь, машина уедет. Ужай без меня брат. О, я не успел. 7, 6, 5, 4, 3. Нет, я успел. Ух, зашибись. Тихо стерил и ушел. Называется, нашел. Есть один дикий в голову. Осталось 14 диких мне еще по пикнику со стрельбой. Но зато белоброник вытащил. Только Тос останется вынести и все. Дело в шляпе. Давай, сразу передадим лыжнику этот белобронежилет. И пойдем еще раз. Нет, тормози. Надо еще мне тут салево передать, да? Есть. И егерю я еще и скру, вынес. Остается только Емелю пачку найти. Еще 5000 докинул, короче, в несгорайку. Все, что нужно, выгрузил. Там кушать, пить не буду. Потому что лес, он кормит. В лесу без еды и питья точно не останешься. Теперь будем надеяться, что будет хороший спаун для выполнения прапора квеста, да? Поисковая миссия которой. Так. Ага. Ну тоже не дурно. Значит, у нас колонна прапора и лагерь висеков находятся в этом направлении. Я появился недалеко от ЗБ-14, получается. По правую руку у меня вот камень. Там два зеленых ящика. За ориентир можно взять вот эти вот линии электропередач. И они как раз-таки приведут примерно к лагерю. И сяков только близко туда подходить не надо. Во-первых, по открытию будешь бежать. А во-вторых, там заминировано все. Вот, уже ближе, когда к холмам подбегаешь. А там уже можно будет к лэп подходить. Короче, вон даже видно гору большую, да? Великая гора. Вот. В ту сторону как раз и идти. Блин, вот здесь перебежка такая неудобственная. Выносливость второй уровень, говорит. 17 килограмм. Качаемся. Все, тут уже можно пожелиться кое-чем. Бам, майонез нашел. С дошиком уничтожим. Может быть, даже, кстати, и солевое получится найти в лагере юсеков здесь. Опа. А, это там. Все нормально. Это не про нас. Все, понял. У нас там будет... Это на топленном... На затопленном хуторе, кстати, там дикие теперь снова бегают. Снова. Там есть точка спавна. Там же чувака... Встретил их, похоже, что... Опа. Капец, еле убил. Очевидно было, что мы с кем-то встретимся. Честно говоря, наши передо мной там спавны. Я подумал, что они туда пошли, поэтому смело так сюда... Чухнул. М-ку нашел. Нифига ты, жук. Совсем голый вышел. А это кто скинул? Он? Интересно. Да, возможно. А зачем он ее скинул? Не понял. Ничего не понятно. Топливо нашел. Блин, тогда я эту фигню выкину, наверное. Ну вот, тебе и 36 килограмм уже. Да, конечно, чаще всего надо. И то, и другое, и третье, и десятое. Так, вот это я заберу. Это я заберу. Это пистолетная рукоятка. Мне понадобится для квеста оружейник. Первого причем. Ух ты, а это по дейлику. О-моё. Так вот сделай. Все, не могу остановиться. Лутание пошло. Опа, чувака. Браво. есть это он на шумок пробежала чуть не понял чушь так жестко то так главное шприц и рукоятку затарил это главное как тут мы посмотрели все бронеразгруз 4 класс глушила на автомат калашников я бы по-хорошему переехал в его разгрузку честно говоря ну наверное так и сделаю очень да получается у него меньше очков брони но класс зато лучше выше это хорошо его мое я уже все на выход хочу хорошо что я его увидел вообще поэтому лутаться надо лицом к выходу всегда иначе быть беда даже не понял откуда я стрелял странно ну ладно так это по моему тех снабовский ящик да сигареты квестовые нет все смотрю чисто этот даже это не буду смотреть чисто медицину все и домой домой а какой домой подожди мне же надо еще этот посмотреть колонну прапора колонну прапора посмотрим и в сторону коттеджей потихоньку буду двигаться даже наверно на эти заходить не буду на пункт питания там под антенну под эту чтобы избежать лишний раз кого-то столкновение даже с дикими вот этот глушитель который нашел на калашников если вынесу если его вынесу то получится калаш от глушенной взять и тогда уже можно будет там постреляться и все такое по диким я имею ввиду о как раз у меня там пассажа есть возьмем пассажа возьмем калахан с глушителем блин их двое прикинь прибежали на пвп они сто процентов так как не вовремя и ну вот сейчас еще кто-нибудь пробежит есть кабанчик для у меня патронов так не хватит на всех так когда первый был а вот я касса с грудиной выбитой хожу ладно надо делать ноги отсюда я готов поспорить что сейчас нашу мог еще прибегут уже прибежали с той стороны а это дикий патронов нет картоха пришла ксюха глушеная с патронами блин офигеть полный мешок джелька его моя с ума сойти вот это вот это и чё с этим делать ладно давай тогда гайку заберем что ли блин я не могу это просто так взять и отдать так гайку я заберу чтобы там кое-чем не построить надо ну и все в принципе тут у нас есть чё по патронам половина так мины впереди чё за мины непонятно короче места еще меньше будет тут половина ладно фиг с ним с этим лутом все по-любому я не унесу в картохе слотов меньше чем у меня где же там мины где-то можно было нами на нарваться нет там снайпера окей окей ну тогда идем к мосту что ли есть там еще выход но даже если нет то мы попробуем на северном посту оон выйти в общем сейчас получается так что я выхожу по этой тропинке как раз в аккуратно на мост о котором машина стоит вот обычно этом вдоль воды еду на час активность большая поэтому я думаю по той нуба тропинке вдоль воды может быть кого-то встретим более тут где-то что-то взорвалось и так и не понял где тут что тут взорваться могу но в любом случае мне надо выйти с локации живым поэтому даже не столько ради лута все это дело а ради того чтобы хотя бы просто спокойно выйти с локации вот что-то в этом роде потому что если я сейчас погибну то у меня провалится квест и мне снова надо будет идти и смотреть лагерь юсеков колонну прапора самые горячие тропинке здесь прям тайничок глянем все равно целую минуту тут втухать пусто нормально ну жетоны этих товарищей особо и дыру я потом их сдам просто подругу запада квест такой от лыжника будет там надо будет семерых этих юсеков убить семь жетонов принести ему вот а так уж сложилось что почти все эти товарищи были юсеками все я поехал я же поехал непростой конечно рейд получился 18 небольших минут около пяти тысяч опыта ну вот я и говорю четверых юсеков получилось настрелять и все жетоны я забрал это хорошо до начала вайпа реально всегда вот такая возня плюс еще сейчас сервера объединили я думаю что примерно постоянно такая будет возня как я вообще выжил в этой мясорубке вот это вот интересный тоже вопрос поисковую миссию можем закрывать я нашел конвой прапора в лесу и нашел временной лагере исеков выжил вышел с локации передал информацию прапору получается так на автомат калашникова я нашел прибор бесшумной стрельбы точнее трофейный у меня можно сказать есть так что пойдем бесшумно вот теперь я думаю за чего к в лесу мне будет попроще попробовать выполнить квест пикник со стрельбой потому что мне по ну по крайней мере можно будет бесшумно все это дело делать если никто из диких меня там не выдаст то можно будет спокойно походить по локации и пострелять дикарей о а я деньги взял все нормально но не очень удачный спал честно говоря хотя можно так вот пойти блин не удачный спал через все эти популярные тропинки сейчас придется шуровать навстречу этим самым чувака спауном чувака так что предлагаю сделать я предлагаю пошуршать немножко тут по луту и пойти в сторону коттеджей там быть на у хотя можно будет даже сразу пойти туда потому что там есть какой-то там укрепленный пункт которым очень много тех снова вского барахла я хочу найти рулетку как минимум сход с товары там всякие строительные материалы и все такое как минимум не рулетка нужно чтобы безопасность поставить ведь без нее я не смогу генератор даже поставить ну в общем давай тогда по тайникам чисто по луту убьем ну да и 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 с А там по ситуации будем действовать. О, ксишки квестовые. Винстон. На мусорке сигареты нашёл. Хотя Винстон можно было бы, наверное, и не брать, потому что их там сварить можно. Аккуратно, там варится пять пачек. Ну это на коттедже где-то с КСК и шлёпает. Уходит, что... Говорят, что и здесь тоже дикие вернулись. Стали тоже обитать. Сейчас как раз и проверим. Так, тут где-то был тайник. Вроде бы. Вот тут где-то. Вот он. Открывай. Нашёл. О-о-о, флешка. Да ладно. Это хорошо. Флешка нам нравится. Блин, ещё и с галочкой. Ну точно, идём на коттедже. Собираем там... Чтоб ему получится в мешок. Сейчас по пути. Едем домой. Надо попробовать флешку вывести. А то я потом опять буду их искать. Чёрт не знает сколько, чёрт не знает где. Смотри, Тарков выдаёт квестовые предметы. Особенно, когда квест у тебя этот ещё не принят. Пожалуйста, говорит. А потом, когда квест возьмёшь, чёрт, а с два найдёшь эти предметы. Я не вижу никого. Ну может быть и такое, что здесь могут они вообще не заспавниться. Да? А вот и он. Правда появились, Садрю. Испугался он Масиниста. Где-то Масина жахнула. Интересно, по нему это было или нет. Или он просто зашарохнулся и поэтому начал орать на него. О, так-таки. Можно выкинуть в сардинах. Мне звук больше нравится. Есть предположение, что вот этот выстрел, который я слышал, это, возможно, пасут как раз то, что я хочу лутать сейчас. Очень хочется ошибаться в этом. Но, по-моему, так и есть. Где-то там он сидит на камнях и простреливает всю вот эту территорию. О, и Масина там. Ну они, похоже, туда все сместились. Зашибись. Присадочка. Ништяк, ништяк. Тоже квестовый предмет. Четыре присадки мне в итоге понадобятся. Для барахольщика. Не скоро еще, конечно. Но оно как-то поспокойнее, когда у тебя уже на квест предметы лежат дома. А ты спокойно занимаешься своими делами. Ну, поначалу всегда так. Надо кучу целую предметов выносить. Все нужно. И куда ни глянь. Все нужно. Можно с собой свиту. Таскать. Чтобы они смотрели. Чтобы они таскали, точнее. Барахло. О, хорошо, хорошо. Все, в той стороне вся возня. Это здорово. Значит, те, кто ищут ПВП, сейчас туда все двиганут. Соответственно, мы сможем спокойно здесь посмотреть себе всякие гаечки. Балтики. Ничего не лутано. Вроде как. Здорово. Сачок. Что у меня там? О, надо покушать, что-нибудь найти. А мы сейчас найдем 100%. Вон, в том сарае есть, точно. Гранд сок. Давай, давай. Главное, чтобы на машине никто не уехал. Я машину на месте. Пока. По крайней мере. Техоснабовский. О, ништяк, ништяк. Вот это то, что мне надо. Все. Там галочка не обязательно, так что мы по-любому уже установим себе Какого фамилия? Безопасность. Первый уровень у нас будет. Этот вопрос снят с повестки дня. С повестки дна. Пекарь нашел. Где-то недалеко примерно. Здравствуйте. Как этот дед, да? Отшельник. Вы кто такие? Я вас не звал. И окошко такое же примерно. Эх, я думал, как ирсасина какая-нибудь щас как появится-появится. Что за прелести кругом-то, а? Что-то можно сунды пришпандорить. Вот это я забрал бы. Ну все, битком даже до деревни не дошел. Полный мешок. Всякой всячины. Вот щас еще и по питоням. Питонство я люблю. Вот так вот. и это принять. Так. Выход на мосту работает. Ну, в любом случае, мы глянем, что там будет, если в деревне там кто-то будет лазить из диких, то диких подстрелим кого-нибудь. Послышно, что ли? Так вот. Тут тайник где-то должен быть еще. О, это тоже нам надо же. Зажигалка. Ё-моё, все надо. Зажигалка. У меня освещение. Можно будет, блин, сухое, горючее. Ёшкин кот. Какое все прекрасное, красивое. Все хочу забрать. 5-7 еще один пекарь. Что можно будет еще скинуть? Это, наверное. Хотя глушители сейчас на вес золота. Так, одним глазком глянем. Тишина вроде. Даже не знаю. Наверное, я не буду заходить в эти дома. У меня уже предостаточно и квестовых предметов, и для убежища, которые прямо вот сейчас нужны. Давай просто-напросто попробую выехать с локации. Пока есть такая возможность. Угу, дикий. Диких мы всегда успеем настрелять. Набор предметов, которые я сейчас имею, не всегда можно пойти и просто найти где-то. Блин, еще бы для оружейника найти балду там одну. Ну ничего, найдем. Сгущёнка, это деньги сейчас. В данный момент. Нет, давай все-таки заберем. Что можно выкинуть, например? Винстон можно выкинуть, я думаю. Тем более, что мы их сварим потом. Машина есть. Никого нет. Закупаемся. Тайничок, еще проверим. Сейчас еще как он вкусняху. О-хо-хо, солюа. Зашибись. Прикинь. Вторая солю. Просто вот так вот пошел посмотреть тайничок. А там солева. Ну клево же. Так, по времени. 22 секунды. Где-то там дикий ржал. Похоже, я уже его не... Алло. Где-то в хате там, похоже. Или во дворах где-то лазит. Ну и ладно, где бы ты ни был, ты сидя не. 16 небольших минут. 2200 опыта. Всего одного дикого я застрелил в голову. Но зато я теперь точно знаю, что эти дикие спавнятся там, где старое депо на старой территории. Так что туда можно будет тоже заглядывать время от времени. Терапевту сразу солево передам. Все, одна аптечка. И мы дефицит закроем. Во, теперь смотри, уже поинтереснее, что тут выглядит. Да, освещение ставим. Так, зажигалку вынес. 10 тысяч у нас имеется. Теперь тут куча лампочек и проводов нужно будет. Ну провода мы сварим. Лампочки, наверное, потом уже купим на барахолке. По безопасности 20 тысяч деньгами и рулетку я нашел. Значит, первый уровень безопасности устанавливаем. Для второго нам нужно тротил найти и ВД-40 маленькую, 100 грамм, 100 миллилитровую. Вот теперь я могу поставить себе генератор, так как свеча у меня найдена. 100 тысяч у нас есть. Блин, расходы пошли. А я думал еще кейс для хлама прикупить. Надо еще идти из АЧВК, надо еще идти в лес, надо еще раз идти на эти коттеджи. Там добра на этого всякого насобирать. Там, блин, его куча целая. Ой-ой-ой, Тарков, как же ты хорош. Смотри, я прошу спаун где-нибудь поближе к коттеджу, мол, мне дает этот спаун. Просто фантастика. Спасибо, родненький, спасибо. Все там-то. Сейчас быстренько тут все обшмонаем. Итого. Главное теперь, чтобы никто не умеет самое. Малину не аптекал, да? Остальное все дело техники. Трассер не очень. Шустрел, а пока не нужен. Оргостекло не нужно. Тут что, тишина. А, мне еще туалетная бумага же, кстати, нужна. И этот самый. А, нет, мыло. Я нашел. Зубная паста нужна. Туалетная бумага и зубная паста нужны. Я думаю, что это дикие. Так, болт я сразу прячу. Не понял. Кто-то из них, получается, не дикие ни разу? Блин. По-моему, слева, короче, это... ЧВК. Гнида! Ага. Давай, вали их, пацаны. По-кому-то же он дёх-дёхнул с этого стоза, да? Точно не по... Не по воробьям. Это дикий. Блин. Чего, блядь? Вон он! Что там, блядь? Ебать его! Вот он, слева. Ой, мама! У меня, оказывается, этот... Я думал, заклинило. У меня, оказывается, на одиночном стояло. Короче, непонятно, где-то кто-то есть. А кто, не ясно. Ну, по крайней мере, один предмет я уже нашёл, который мне даст возможность там строительство какое-то замутить, да? Это болты. Мне как раз одного набора вот этих вот болтов и не хватало для верстака. Пусто. А вот и тос квестовый. А я что-то даже и не подумал про него. Забавно. Слытать ночной меня щёлкнут. Надо тос вывозить. Это ещё один квест. Ёлки-палки. Надо тосик вывозить. На месте. Блин, стал путать. Звуки выстрелов вдалеке с шагами какими-то. Так, выкупаемся. Зелёный ящик, наверное, успею ещё глянуть тут. Наличие модуля. Может, для оружейника что найду? Трассер. Не то. Так, ну чё, вариант. Свалить с локации. Пробежки уже не будет, так что галочка останется. Я двоих диких застрелил. Подлутался. Бешок целый. Как фризит-то хорошо. Всё. Всё, поехали. С местом высадки на карте прям вот хорошо, вот прям повезло конкретно. Прям возле коттеджа. И сразу же нашёл такие мне нужны были предметы. И с тозиком повезло. Так что сейчас всё это добро закроем. Поставим на улучшение. Вот такие рейды вообще огонь просто. Быстро, шустро, вжух-вжух и всё. И ты уже дома. И при этом что-то получается ещё. Квест-снабженец мы можем закрывать. Нашли в рейде. И передаём ружьё тос-то шестой. Лыжник выдаёт квест-вымогатель. Поэтому квесту мне нужно спрятанный ценный груз на таможне найти. Тело посыльного. Найти место, где посыльный спрятал груз. Это в общем квест на таможке с N-ключом. Помните такой? N-времянка. На заводской территории открывается. Забирается папка и на выход. В убежище с А3 появилась аварийная стена. Что-то с этой стеной делать дальше я пока не знаю. Никаких взаимодействий нет. Поэтому просто есть аварийная стена. Конец. Верстак мы можем установить. Нашёл два комплекта гаек и два комплекта болтов. Мультитон мы можем купить у механика. Покупаем и устанавливаем себе в верстак. Бам. О, а что за сердечки? Что это такое? А-а-а. О, смотри. Теперь можно в топ поднять то, что ты варишь. Чтобы не спускаться, не искать. Классно придумали. Спасибо. Удобно. Пока имеем то, что имеем. Ну, я буду на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Благодарю за моральную и материальную поддержку. За пальцы вверх. Всем приятной игры. Хорошего настроения. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.